Доступная среда в учреждениях социальной сферы. Важнейшее требование людей, маршруты, подъезды, подходы. Самые наболевшие вопросы горожан обсуждают сегодня члены Единой России на партийной планюрке. Говорят, только в Красноярске собрали больше 15 тысяч обращений, которые легли в основу народной программы партии. Самые популярные предложения связаны с экологией, здравоохранением, благоустройством, транспортной доступностью, мерами социальной поддержки, образованием и культурой. Это вопросы, связанные с работой управляющих компаний, вопросы, связанные с озеленением, с наличием аварийных деревьев, которые были высажены 30-40 лет назад. Это очень старый жилой фонд, безусловно. Это аварийные дома. По словам главы города Владислава Логинова, Красноярск — единственный город в Сибири, численность населения которого продолжает расти. Жители предъявляют новые требования к качеству жизни, и такие планюрки позволяют учитывать это в работе партии. Самым высоким рейтинговым, негативным показателем — это был плохие дороги. Мы сегодня 18 кругов послушали. Про плохие дороги я внимательно записывал, целый блокнот записал. Он у меня кончился. Не сказал ни один из депутатов. Почему? Потому что дополнительное финансирование, которое руководителям было предусмотрено, оно решило задачу рейтинговую, задачу номер один. Положение народной программы станет основой для работы депутатов «Единой России» в новом созыве Красноярского городского совета. Выступил перед однопартийцами сегодня и руководитель региона Михаил Катюков, который возглавил партийную программу. Рассказал, как видит развитие Красноярска и призвал быть максимально открытыми для людей. Чтобы мы с вами не обсуждали, у нас должен быть в центре внимания всегда человек, его потребности, его запросы. Мы не можем все проблемы сми... Мы же решим их мгновенно. Это популизм. Так не бывает. Так нельзя работать. Поэтому мы должны честно и откровенно двигаться, решая. Это самое насущное, самое важное. Воплощать народную программу будут через партийные проекты, например, «Городская среда», «Новая школа» или «Детский спорт». Алена Крашенинникова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.